Российская Федерация, ну и так далее. Вот обо всем этом мы будем говорить в студиях «Эхо Москвы». Здесь в студии Анатолий Гермолин, ветерат группы спецназначения «Вымпел». Анатолий, здрасте. Добрый вечер. Гейдар Джамаль, председатель Исламского комитета России. Гейдар Джахидович, здрасте. Добрый вечер. И Александр Баунов, главный редактор сайта «Корнеги.ру», в прошлом дипломат. Алекс Саша, здравствуйте. Добрый вечер. У меня первый сразу к вам, ко всем вопрос. Потом мы уже разойдемся по разным специальным вопросам. Насколько с вашей точки зрения обосновано решение президента о том, что российские военно-воздушные силы вошли по полной войну, которая ведется над территорией Сирии и Ирака? Насколько это обосновано? Да, с вашей точки зрения. Давайте с вас. Спасибо. Идам Джамаль. Спасибо. Ну, прежде всего, эта война имеет своей причиной не процессы, собственно, в самой Сирии или в данном регионе. Она имеет своей причиной сложную интригу в взаимоотношениях между Россией и коллективным западом, возглавляемым США. И осечка на украинском направлении повела к необходимости перезагрузки, перестройки тех приемов и тех тактик, которые Кремль применяет для того, чтобы повысить свой политический статус в мире. Участие в Сирии объясняется новой договоренностью, которая была осуществлена между Путиным и Обамой. И здесь просто нужно понимать, что все это происходит на фоне, ну, достаточно мифологическом для внешней публики, которая полагает, что Соединенные Штаты всю дорогу стремились Асада выбросить и уничтожить. А, значит, вот Иран и Россия, они как бы отстаивали и не давали это сделать. На самом деле, конечно, положение несколько иное, потому что Асад является наиболее прозападным из всех известных патерналистских секулярных лидеров арабского мира, которые мы знаем, большинства их уже нет. Вот он еще есть, но это самый прозападный, самый либеральный лидер, который связан тысячей нитей с глубоким западом, подчеркиваю, с глубоким западом. А что такое глубокий запад? Ну, это человек, который вошел во многие организации во время своей учебы в Лондоне, западные клубы и так далее, который является, в принципе, человеком ментально принадлежащим, идеологически принадлежащим именно Западу. Но это он. Объясните, значит, вы хотите сказать, что причина, по которой Российская Федерация влезла в гражданскую войну на Ближнем Востоке, это некая договоренность с Соединенными Штатами? Россия хочет восстановить свой статус партнера, который она утратила в результате Крыма и Новороссии, любой ценой. Поэтому ей была подсказана вот такая ситуация. Эта ситуация, конечно же, предполагается, стороны Запада подразумевает наземную часть, потому что добавлять еще одну страну с бомбежками к 60-ти, которые уже и так бомбят, это было бы просто странно. Конечно, имелось в виду, что туда надо втягиваться наземным образом. И уже речь идет конкретно о Иране, о стране Асада уже давно действуют хазарейцы, афганские шииты. Ну, Хизбулла, естественно, действует, так сказать, дополнительно будет расширено участие Корпуса Стражей Исламской Революции. Российский вопрос остается открытым, но мне было бы очень странно, если бы это не было согласовано, что если бы все ограничивалось только какими-то бомбежками. — Понятно, хорошо, поняла. Антолий Ермолин, ваше объяснение. Почему Россия влезает в гражданскую войну, вот одни арабы убивают других арабов? Чего мы там забыли? — Я сейчас думал над другим вопросом, достаточно ли обоснованно решение. Ну, ладно, они, конечно, близкие, потому что я, конечно, как человек, привитый Афганистаном и, в свою очередь, убедившийся о том, что все те обоснования в конце 70-х, 80-х были настолько бессмысленны и не имели под собой никакой реальной почвы, то, конечно, мне кажется, что никакое решение применять вооруженную силу со стороны Российской Федерации за рубежом, в общем-то, не обоснованно. Разве что в том случае, если нам как нации угрожала бы какая-то реальная проблема. В этом смысле я, наверное, солидарен с коллегой Мирским, который сказал, что когда одни арабы убивают других арабов, России там делать по большому счету нечего. Ну, вот, Сергей, извините, что я вас перебиваю, Толь, Сергей Иванов вслед за Путиным сказал о том, что вот там воюют, значит, в исламском государстве уже около двух тысяч выходцев из России страны СНГ, я считаю, что Гидру, Гидру, они так говорили, Гидру, надо, значит, убить за рубежом, чтобы они не пришли сюда. Я задаю себе вопрос, а что, не проще перекрыть границу, как-то пропускные пункты? Ну, вот, я тоже, как считаю, что как-то поздно вспомнили про эти две тысячи человек, которые, мне кажется, надо идти до того, как они оказались там и с оружием в руках. Это, если все однозначно принимает за чистую монету, все, что говорится. А с другой стороны, мы знаем, что в том же Дагестане официальные власти содействуют и способствуют миграции молодых людей, так сказать, через Турцию в Сирию, в исламское государство, чтобы, так сказать, освободить от радикального элемента территорию Кавказа. То есть специально направляют в ИГ молодняк для того, чтобы в Дагестане не было этой проблемы? Факт. А когда эти гастарбайтеры вернутся обратно, они не прогнозируют такую ситуацию? Это уже другая тема совершенно, а к тому же людей, которые могли бы вести себя таким образом, как эти, как вы выразились, гастарбайтеры, их много и не среди кавказцев, среди, собственно, русских, которые никуда не едут, но ждут своего момента здесь. Я вот не знаю, насколько это убедительный аргумент для такого вмешательства, но, конечно, после нескольких лет очень серьезной модернизации вооруженных сил, может быть, ружье в конце концов должно выстрелить, и военный человек, который готовится к войне, ему всегда интересно попробовать, а как это работает на войне. То есть, с точки зрения сугубо военной, кстати говоря, если оценивать даже события, происходившие в Афганистане, мы получили уникальный боевой опыт, который, собственно, никто у нас до сих пор не отнял. И я еще не говорю ни со знаком плюсом, ни со знаком минус, я просто сейчас говорю про мотивацию. То есть, мы увидели переход вооруженных сил на новый облик, который отчасти действительно состоялся. Увидели ставку на сверхточное оружие. Всегда найдутся люди, которые захотят в деле попробовать, насколько это работает. Борис Николаевич в детстве с такой мотивацией трех пальцев лишился. Ну, чего мы лишимся с такой мотивацией, остается только догадываться. Мы к этому вопросу еще вернемся, про оружие, потому что летают там, значит, сушки еще советского времени-то, на самом деле. Александр Буанов, вот с Вашей точки зрения, было ли действительно, вот какой смысл в том, чтобы влезать в эту войну на Ближнем Востоке? Думаю, что часть действительно верит, что это придет к нам, часть руководства точно в это верит. Кроме того, а что делают, собственно, американцы, англичане, французы и так далее, в месте, где одни арабы убивают других арабов? Саша, вы, конечно, я понимаю, что вы человек вполне советский, но, то есть... Извините, ради бога, вы... Я хочу сразу заметить, что... Давайте сразу договоримся. Вот что тудайские, люди, живущие в Гренландии и где еще в Исландии, меня совершенно не волнует. Да, но это волнует российское руководство. А я являюсь гражданином Российской Федерации. Да, но это волнует российское руководство. Вот давайте мы все-таки будем здесь говорить с точки зрения граждан Российской Федерации и интересов граждан Российской Федерации. Спасибо. Ну вот российское руководство очень узабочено тем, чтобы оставаться страной, которая в том числе решает судьбы мира. Среди прочих. В клубе стран регулировщиков, мировых дворников, мировых регулировщиков, мировых полицейских. Я бы вставил не оставаться, а влезть в этот клуб. Или вернуться, или влезть. Это довольно важная мотивация. Кроме того, сложилась для российского руководства, для российской дипломатии довольно удобная ситуация, когда на Украине относительный мир, ну или по сравнению с прошлым годом, прямо скажем, просто мир, а с другой стороны Европа вся в беженцах, и это главная проблема, и это главная новость, а не Украина. И год спустя после того, как западная коалиция начала войну с халифатом, с исламским государством, не видно больших успехов. Кроме того, есть пока еще выживающее, сопротивляющееся правительство Асада, которое может на законных основаниях легитимно пригласить нас на Ближний Восток. Возникла ситуация, когда российская дипломатия может сделать так, что украинская история между Россией и Западом будет историей вчерашнего дня, прошлой истории, а новая история будет в Ближний Восток. И в этой новой истории мы, конечно, с Западом на гораздо более близких позициях друг к другу стоим, что важно. И мне, как гражданину Российской Федерации, если мы возвращаемся к нашей, так сказать, мещанской гражданской позиции, мне, конечно, важно, чтобы Россия, какая она ни есть, с каким бы руководством она ни была, а какое у нас руководство давно здесь обсуждаем, тем не менее, из конфронтации с Западом острый вышло. И это неплохой повод. Да как же вы вышли из конфронтации острый с Западом, если сегодня в Financial Times появляется статья, в которой говорится о том, что Россия бомбит, прежде всего, силы оппозиции, силы, противостоящие осаду. Это первое. Во всяком случае, все первые удары были по оппозиции. Причем, надо сразу сказать, что среди этой армии освобождения, да, армии освобождения. Свободная армия. Свободная армия. Все свободные сирийские армии там находят, это конгломерат разных группировок, и там есть и сторонники Аль-Каиды, и другие радикалы. Но, тем не менее, это не ИГИЛ. Это первое. Второе, что сегодня было написано в статье Financial Times, что коалиция, ведомая Соединенными Штатами, предлагала объявить территорию над Сирией и Ираком свободной от полетов, да, а теперь, когда Россия летает там Россия, непонятно вообще чего делать, потому что, не дай бог, значит, там сбить какой-нибудь российский самолет. Короче, мы видели, как протест против бомбежки заявила Турция, что мне очень странно, потому что Эрдоган, насколько я понимаю, дважды приезжал с Путиным разговаривать. Ну, естественно, заявила Саудовская Аравия, заявила Великобритания, и крайне осторожно к этому отнялась Соединенные Штаты. Поэтому я как-то не очень понимаю, что там происходит-то на самом деле. Ну, вот посмотрите последовательность событий. Россия перебрасывает самолеты и войска в Сирию. После этого Путин едет в ООН, выступает, Обама выступает в тот же день. Да, до этого наносится первый удар, после этого, собственно, два выступления в один день, полуторачасовая встреча, второй удар, наш российский, встреча к Кире и Лаврову длинная, обстоятельная, и на следующий день еще одна. Понимаете, если бы для них эта ситуация была абсолютно неприемлема, нарушала все их планы, любые... Для них и для кого? Для Запада. Любые с ними, любые договоренности. То есть это было бы, так сказать, аннексией Крыма номер два, когда пришли русские и сделали что-то, сломали правила полностью. Конечно, Обама бы развернул самолет, да, никакой бы полуторачасовой встречи не было. И так-то эта встреча дышала на ладу. То есть, все-таки... У нас все-таки эта встреча закончилась вполне неудачно для Путина, потому что Путин предполагал, что удастся сформировать, как он говорил, антигитлеровскую коалицию, то есть коалицию России как наследник Советского Союза, там, Великобритании, США и так далее. А Обама отказался. Я думаю, что если слушать комментаторов, то вполне всерьез он об этом говорил. Ну, я вполне согласен. Александр Баунов? Да. Да, с Александром. А на самом деле было бы очень странно, если бы Россия после украинского опыта, стремясь его компенсировать и загладить, пошла бы бодаться с Западом на другой альтернативный фронт. Это было бы просто абсурдом. На самом деле надо различать между тем, что дипломаты говорят, и тем, что реально делают страны, потому что американцам могут сколько угодно говорить, что Ассад должен уйти, Обама конкретно, Ассад должен уйти, он повторяет это как заклинание, но 4 года мы видим, что он держится и держится, и в последнюю очередь, потому что Запад хочет, чтобы он был. И все, как заклинание, повторяют, что все террористы инспирированы ЦРУ и Америкой, в то время как совершенно понятно, что 85% смотрят на Ассада как на человека, которого надо просто стереть с лица земли. Это же было бы очень странно, если бы Запад хотел ухода Ассада, потому что просто надо понять, что такое Дамаск. Это, так сказать, примерно Москва для исламского мира, вот первопрестольная, это столица первого халифата. И там сидит человек, который просто, так сказать, будучи аловитом, это все равно, как в Москве сидел бы и правил 50-ник. Да, ровно этот пример я привожу. И расставлял бы 50-ник. Евангельский христианин, баптист, президент России. Баптист, даже хуже, 50-ник. То есть еще дальше, да, и просто расставлял бы губернаторов, все силовые структуры, все сплошные 50-ники, а когда православные бы говорили, что как же так, мы большинство их бы просто пушками бы расстреливали. Например, мало этого, это еще партия БААС, которая является секулярной, прозападной, социалистической, националистической и так далее. Запад, который не носит ислам в сердце, это совершенно точно. Он хотел бы, чтобы этот прозападный лидер и прозападная структура ушла из Дамаска, и Дамаск бы вернулся в руки мусульман. Это немыслимо. Пусть я вас прошу. Да. Вот насколько я понимаю, да, алавиты — это такая как бы, ну, подветвь шиитского ислама, правильно? Не совсем точно. Смесь шиитизма и... Это гностическая секта, которую Кум, то есть духовный центр иранского шиитизма, признал частью и ветвью шиитизма только в 73-м году. То есть еще при Шахе и близко уже за где-то 6 лет до Исламской революции, но это 73-й год, это совсем недавно, признали явно по политическим соображениям, вот, на самом деле это буквально как друзы, это гностическая секта с очень синкретическим мировоззрением, только они косвенно. Окей. Значит, насколько я понимаю, шииты — это, они составляют примерно 10, 12, ну, 15 процентов от мусульман, правильно? Где-то так. Так. Значит, абсолютное большинство — это сунниты. Да, естественно. Сунниты — это Саудовская Аравия, Саудовская... Это Индия, это Индонезия. Ну, в Индии тоже там много шиитов, мусульман. Ну, мы берем 10 процентов, ну, пусть 15 процентов. Ну, Индия просто очень далеко так вот. Мы берем от всей Улыбки. Нет, нам не было. Я напомню, напомню, если кто думает, что Индия далеко, что после ликвидации халифата в 1924 году именно индийские мусульмане были политической силой, которая наиболее ностальгировала и наиболее требовала его восстановление. Окей. Сунниты. Теперь, в России, вот помогите разобраться, Татарстан, Баштарстан — это какое направление? И все. Да. Даже, учитывая, Чечня и Дагестан. Строго шииты. Шииты. Прошу прощения, строго сунниты. Сунниты. Вот тут у меня к вам вопрос. Значит, Россия поддерживает в этой вполне религиозной войне. Россия выступает на стороне Алавита, Шиита, Асада против суннитов, которые составляют большинство на Ближнем Востоке и которые составляют абсолютное большинство на территории Российской Федерации. Объясните мне, насколько это разумно и насколько это создает... Так в том-то и задача. Я же только что сказал. Западу интересно сохранять Асада, потому что он не мусульманин и потому что он противостоит исламу как Алавит и как Баасист. А партия Баасист — это арабский национал-социализм. Это, в общем-то, секуляристское... Я не знаю, я называю социал-национализмом, чтобы не... Ну, не важно. Мишель Афляк знал лично Гитлера. Мы знаем, что основатель партии Баас в 43-м году встречался с Гитлером, конечно, немножко эволюционировал. Но весь арабский социализм — это то, что вышло сначала из шинели, так сказать, Райха, потом это было скорректировано американцами для того, чтобы использовать как орудие по демонтажу британского присутствия. И отсюда растут все ноги. Ну, так, в общем-то, понятно. Поэтому и поддерживают, что он враг ислама. Ну, вот, еще раз, возвращаясь к рискам, которые есть. Вот мы с вами по этому поводу Саша спорили на Фейсбуке. Вот какая рациональность в том, чтобы влезать в войну на стороне одной мусульманской секты, которая противостоит абсолютное большинство мусульман. И самое главное — бомбить суннитов, имея на территории собственной стране тоже мусульман суннитов. Так бомбили и Грозный. Вот именно. То есть, ну, во-первых, собственно, ИГИЛ — это не значит бомбить суннитов, это значит бомбить ИГИЛ. И другие сунниты, вроде Турк или Саудовской Аравии, или Эмиратов, или Катор, точно так же бомбят этих самых сирийских суннитов, потому что для них точно такая же угроза. Ну, они не поддерживают Асада, совершенно верно. Что касается, кстати, по поводу целей, да, почему мы бомбим территорию закрашенной цветом Асада. Если мы посмотрим, вот тут есть карта с российскими ударами, но если мы посмотрим в западной прессе подробные карты с западными ударами, всё-таки они не очень много носили ударов по зоне, где ИГИЛ соприкасался непосредственно с Асадом. То есть там они его не пытались уничтожить в той же степени, как в Ираке, например, или на севере, где ИГИЛ подходил к Курдской зоне, или на северо-западе, где ИГИЛ подходил к Идлибу и провержит свободную сельскую армию, вот все эти оппозиционные конгломераты. Вот. Почему они этого не делали, да? Потому что часть территорий, там, часть посёлков, городков, долин захвачена, да, радикальными исламистами, ну, той же Ан-Нусрой, который, вот, филиал Аль-Каиды, который отличается, собственно, от ИГИЛа стилистически и конкурирует с ним за, так сказать, за лидерство вот в этом радикальном исламистском восстании. Но американцы и англичане не могут бомбить эти цели, потому что этих ребят поддерживал, например, Саудовская Аравия, Катар, Эмираты и так далее, да? То есть получится, что они в некотором смысле бомбили бы позиции или цели своих союзников. Это не очень удобно дипломатически. Это развалило бы вот эту большую коалицию изнутри. Зато Россия, которая из-за Асада и очень прохладно общается, хотя были попытки улучшить положение, да, с Саудовской Аравией, но тем не менее, эти цели бомбить может. И есть, опять же, такое ощущение, что если какая-то договоренность достигнута, в том числе она состоит в том, что те радикальные группы, которые не являются ИГИЛом в чистом виде, но, в общем, к нему очень близки, похожим образом себя ведут, но, может, только там в клетках не топят и не сжигают, но, в принципе, тоже очень жестокие, что вот по ним Россия может наносить удары, потому что этого не может сделать Америка по дипломатическим причинам. Нужно понять, кстати говоря, что бомбят... Господин Жима, извините, мы сейчас должны уйти на новости и рекламу, и потом вернемся в студиях Москвы. Я не могу понять, кто это. Вот я все так... Мне интересно ужасно, конечно, я все смотрю, там, цифры, цифры... Нет, слушайте, вот есть простая штука. Ну, все-таки, что с Дамаской-то? Свергли Асу, дальше что? Ну, нету Асада сейчас в Дамаске. Ну, нет его, ну как? Насколько я понимаю, он не контролирует Дамаск. Да, он раз контролирует. Насколько я знаю, он не контролирует Дамаск. Частично. Вместе некоторые сонитские заняты. Анклавы. Игилы, Минусы, а основные шесть городов. Ну, центром. Игилы, Дамаск, сейчас такой поток беженцев в Татур-Урвану. Там половина... Так, кстати, Гая, значительная часть беженцев в Европу, это от Асада. Ну, это от Асада, от войны. Там разные беженцы есть из тех городов, которые бомбили. Асад есть. Кстати, Гая, там довольно много бывших офицеров. Сирийский, арабский, арабский, арабский. Те, которые не хотят воевать. Сунниты, офицеры, конечно, которые не хотят воевать против своих. Их все-таки, естественно, госаппарат не ставил задних меньшинств. Это невозможно. А там были, собственно, другие, которые просто не хотят в этом участвовать. Да и просто там, условно говоря, жить не на что, зарабатывать нечем. И что-то будет просто от того, что они не выживают физически. Донбасса-то почему билут? И не от Путина, и не от хунта. Просто что-то выживать не на что. Ужас был. Я был в Дамаске в 2011 году, конечно, это совершенно замечательный город, и он развивался, в общем. Конечно, в сторону большей свободности. У Ассад, сын, конечно, не такой тиран, как отец. Но он стал, конечно, тираном, когда началась сначала демонстрация. Когда он пришел, по-моему, в 2007 году. Да, было даже понятие. Он сразу либерализировал. Да, было даже понятие не рамской весны, а сирийской весны. Было короткое понятие сирийской весны. Но оно было в 2007. Ну, это в середине 2000-х, когда он попытался... А потом силовики, они его заблокировали? Я не скажу, что ты дурака, не валяй, потому что это все... Поэтому политику он зажал назад, но экономически либерализация шла. То есть частный бизнес пошел, приватизация пошла. Это был еще один источник. Мы можем сказать об этом в эфире, это довольно интересная тема. Да. Потому что когда он начал приватизацию государства... Сейчас это уже не актуально. Ну да, она стала попадать в руки, собственно, опять же, меньшинств. Меньшинств, христиан, армян, тех, кто ближе к трону, друзей папы. Как у нас, например, генералов спецслужб. И это очень раздражало, в том числе, что делят, приватизируют имущество. И достается это вот этим опять. И это была одна из мотивов. А христиане там, в основном, в Холмсе были, да? Ой, нет, христиан полно. Там маски полно христиан. Я сам жил там в Багадельме христианской. Потому что все гостиницы... Я попал в Наврус, и одновременно нам в Пасху. Все гостиницы были заняты иранскими туристами, которые в Наврус все рвались в Сирию. Там пара святынь есть, ну и просто им интересно. Там попить алкоголь можно. Да? Да, ну там свободно сидит. Почему? В Сирии? Да. Потому что все-таки советская диктатура. Да, баосистский режим. Я же говорил, что он... Хусейн, Саддам Хусейн вообще декларировал задачи построения безрелигиозного общества, правда, до 90-го года. Нет, Дамаск на ощупь... До бури в кустыне. Дамаск на ощупь, это прямо видно, что это светское. Ну, как женщины одеты, как там... Как на улицах обнимаются. Ну, Саддам, конечно, покруче был, как баосист. Саддам пожестче, вообще поупертие. А этот же, ну, так сказать, несчастливое сечение обстоятельств и неправильное реагирование. Он мог сразу начать разговаривать. Там вот этот эпизод с детьми, которых арестовали и мучили за граффити. А там даже антиасадовских граффити не было. Они просто играли в арабскую весу. До сих пор никто не понял, почему это сделали полицейские. Так как химическая атака непонятная, вот, Адвега... Ну, она уже была в тот момент, когда был хаос, эта химическая атака. Там могла быть самодеятельность офицеров каких-то. Поставили задачу взять... Маленький городок, маленький городок, из хороших семей дети. Все знают друг друга и их берут. Когда идет война, в общем, много самодеятельностей на этой стороне. А мы вот... То есть уже личные месть, да, мы воевали. Ну, вот как, где угодно, в Тонбассе, да, сколько было жестокости. Просто месяц за товарищей, да, месяц. Ну, вот я-то много там... Ну, как много? Я там, ну, дней десять я по стране ездил, и в Пальмичево безумно жалко. Потому что, конечно, прекрасная страна. И была, и могла бы быть еще лучше. Саша. Еще раз добрый вечер. Здесь студия «Эхо Москвы». Мы говорим о тех рисках, которые несет с собой наше участие российских ВВС, пока российских ВВС, в Сирии. Здесь в студии Анатолий Ермолин, ветеран группы спецназначения «Вымпел», Гердар Джамаль, представитель Исламского комитета России, Александр Баунов, главный редактор сайта «Карнинги.ру». Анатолий Ермолин, у меня к вам вопрос. Вот, вас, собственно, учили быть террористом, да? Ну, так примерно. Разведчиком-диверсантом. Разведчиком-диверсантом. Пардон. Разведчиком-диверсантом, да. Знаменитый «Вымпел», значит, спецназ, первого главного управления КГБ, СССР, разведки. Вот вы, наверное, себе представляете, что сейчас происходит вот с теми российскими солдатами, которые там офицерами, которые оказались в Сирии, да? Ну, там вот есть на базе в Латаке, там так полторы тысячи примерно, сколько я понимаю, человек. Вот. Скажите, пожалуйста, вот если бы вам поставили бы задачу, там, пробраться в Дамаск, вывезти там с Асада и так далее, вы полагаете, вы могли бы вот в этой стране это там сделать? Ну, я не про себя буду говорить. Не про себя, конечно. Я думаю, что такая задача может быть решена. Ну, то есть эвакуация лидера страны, это как раз одна из задач, которым обучены специальные люди, которые этим занимаются. И военные разведчики это умеют делать, и люди из той системы, в которой я служил. То есть это такая одна из ключевых операций, ключевых задач, которым люди обучены, тренируются и готовы это делать. То есть, в принципе, люди, обученные тому, чему учили вас, могли бы и вывезти Асаду, и привезти туда ему замену. Ну, это классическая задача сил специальных операций. И, собственно, и до нас этим занимались, и в Советском Союзе занимались, и во всех странах мира занимались, и вот Тоскорцени этим занимался, и много кто этим занимался. То есть это одна из таких классических задач сил специального назначения. Понятно. Следующий вопрос. Вот вы представляете себе, там идет такая полупартизанская война. Да, так я понимаю. Разные, различные группировки, не очень, видимо, понятная линия фронта. Я бы не сказал, что она полупартизанская. Открытые боевые столкновения на уровне батальона бригады с, во-первых, армией Асада, во-вторых, с курдами. А у курдов тоже достаточно, так сказать, приближенная к армейской структуре формирования Пешмерга. Поэтому назвать это партизанским нельзя. Партизаны это... Пришли и набежали ушей. Но это действия подпольной группы. А здесь многовекторные и разноправленные военные действия, где все воюют друг с другом, в общем-то. И здесь... Это своя специфика, конечно. Это своя специфика. Потому что когда партизанская война, это проще. Да. Скажите, пожалуйста, ну вот пока Российская Федерация использует только ВВС. Насколько реально достичь каких-то целей только используя ВВС и не прибегая к наземной операции? Это смотря какие цели ставятся. Если ставятся цели политического присутствия или воодушевления союзников или выполнения каких-то политических обязательств, о которых мы предполагали в сегодняшнем эфире, то этого будет вполне достаточно. Если ставится задача контролировать территорию, то, в общем-то, ни в одной войне без начала сухопутной операции никому еще не удавалось контролировать те или иные города или районы или регионы без использования сухопутных войск. Министр иностранных дел Лавров говорил о том, что Российская Федерация будет оказывать военную помощь на то время, что будет идти наступать на операции сирийских войск. То есть сейчас сирийская армия, осада, должна разворачивать наступление, и Российская Федерация, насколько я понимаю, с воздуха будет поддерживать. При этом одновременно заявлялась задача уничтожения ИГИЛа, основные места расположения которого, насколько я все-таки понимаю, находятся в районе Раки. У меня вот тупо рак, они называются. Ну, не там, где бомбят. Не там, где бомбят. Не соприкасается, ИГИ не соприкасается с АССАДом. Вот, и как бы не очень понятно, как задача уничтожения, значит, исламского халифата, или как-то воровского халифата, как это говорится на государственном телевидении, как это сочетается с нынешними, с объектами бомбежек, которые мы наблюдаем сейчас. Вот вы можете объяснить, что, вот вы понимаете, какую игру Россия там ведет? Ну, вот коллеги пытались дипломатическим языком объяснить, что там происходит. Я попробую своим языком объяснить. Дело в том, что и Россия, конечно, и обязательно Соединенные Штаты ведут свою оперативную игру. У них есть специально обоченные люди, которые договариваются с теми или иными группировками. И вполне возможно, что, скажем, есть какие-то относительно успешные разговоры с теми группами, которые, ну, в общем-то, имеют принадлежность к Аль-Каиде, да, но в какой-то конкретной игре они могут, по крайней мере, не очень мешать борьбе с ИГИЛ, да. Вот мы не участвуем в этих оперативных играх, мы о них можем даже и не знать, да. И поэтому, действительно, был правильный аргумент. У нас есть все возможности и руки развязаны наносить удар по тем группам, которые, может быть, американцы бы не хотели, чтобы наносили. А, может быть, наоборот, хотели. Но вот мы не знаем, какая там ведется оперативная игра. Тем более, собственно, вот эта территория, которая на карте закрашена зеленым, она ведь условно контролируется кем-то, да. На самом деле, это территория, где присутствуют разные группы, разные столкновения, и оперативный обстановка каждый день может быть разной. Вы думаете, России придется провозить там сухопутные операции? Конечно нет. Нет? Ну, это безумно. В этом убеждены, что мы не полезем, что второго Афганистана не будет? Конечно. Во-первых, это дальше, у нас нет сухопутной границы, и, в общем-то, нужны огромные мобилизационные ресурсы, чтобы перекидывать там несухопутным способом огромные воинские контингенты. И, собственно, ну, в общем-то, хотят власти этого или не хотят, но мы начинаем все-таки жить, в том числе и по западным правилам, потому что количество убитых солдат, в общем-то, сильно влияет на стабильность политического режима в стране. Тем более, что социология показывает, что идея не очень популярна. Это не помочь своим на Украине. Там совершенно другие цифры поддержки. Здесь вот следующее нужно сказать. Как говорил Казима Плутков, если ты видишь, что на клетке сежом написано «услон», верь глазам своим. Если ты слышишь, что бомбят ИГИЛ и видишь, что ИГИЛ не бомбят, значит, бомбят кого-то другого, и цели при этом другие. То есть бомбить ИГИЛ – это такая политкорректная отмазка, очень нельзя возразить. А когда тебе предъявляют, что ты не бомбишь ИГИЛ, то надо уходить просто тупо в несознанку и говорить «нет». Вот мы там разбили пять объектов, девять объектов и так далее, и так далее. Ну, а что Кэмера жаловался сейчас, что говорить с Россией невозможно, потому что она повторяет, что мы бомбим ИГЭЛ. Мы доказываем, что нет, не ИГЭЛ, она говорит «нет, ИГЭЛ». Вот, и на этом как бы все заходит в тупик. Но бомбят-то действительно реальные силы прозападные, которые реально занимаются АСАДом, а ИГЭЛ АСАДом не занимается. Это означает, что оказывается поддержка непосредственно АСАДу, что это первое. Второе, что эта поддержка была согласована с Соединенными Штатами и одобрена Соединенными Штатами, но они не могут сами заявить, они должны говорить «АСАД должен идти», потому что они не могут... Развернуться. Они не могут просто противопоставить себя в лоб полутора миллиарда мусульман и сказать «мы за АСАД». Потому что это значит, что мы против всех мусульман? Нет, они должны говорить «АСАД должен идти», он диктатор. А вот Россия, она тоже говорит «мы бомбим ИГЭЛ, мы бомбим ИГЭЛ». Но бомбят-то они не ИГЭЛ, поэтому совершенно понятно, что этот процесс обговорен, так сказать, предопределен. Насчет наземной операции я не знаю, но иранских и ресурсов Фюзбулла там точно не хватит. Я думаю, что в наземном плане ничего не получится. Но при этом это будет вот такая ситуация, которая сегодня статус-кво. Он будет продолжаться при ухудшении общеполитической атмосферы мира, общей международной остановки мира. Надо еще вот что иметь в виду. ИГЭ конкретно – это единственная сила, которая борется с курдами, а курды – это абсолютная экзистенциальная угроза Турции. То есть для Турции курды – это вот как бы абсолютное зло, потому что это территориальный распад, это сепаратизм, это, так сказать, враги режима ныне действующего и так далее. С курдами, кроме Турецкой армии, естественно, но Турецкая армия делает, так сказать, заходы на иракскую территорию. А вот с сирийскими курдами, которые тоже в той же, так сказать, анти-турецком фронте, с ними борется только ИГЭ. Поэтому сколько бы Эрдогам не говорил о том, что он там осуждает, поддержит коалицию и так далее через ГУУ, но про себя он прекрасно понимает, что это его стратегический партнер. Исламское государство? Да. Ну, известны случаи торговли нефти между Исламским государством и Турцией. Но дело в том, что они и Асаду продают. И Асад покупал, у них нефть был такой момент. И Багдад покупал. Они продают всем, у них все покупают. Вот, но тем не менее, вот по поводу ИГЭ-не-ИГЭ, да, вот Гевать появился из Ирака, пришел в Сирию в 2014 году. Он там вообще не такое старое образование. Вот в тот день, когда был второй российский авиаудар, и все написали, что это не ИГЭ, некоторые уточнили, кто это был. И те, кто уточнил, New York Times, например, да, написали, что это Ан-Нусра. Ну, послушайте, но Ан-Нусра, она реально ничем... Вот я могу привести пример, который я очень люблю как филолог античника. Есть город Маула, в 65 километрах от Дамаска. Это смешанный христианско-мусульманский город, особенность которого в том, что это единственное место на Земле, где говорят на прямом потомке арамейского языка, на котором написана часть Ветхого Завета, говорили, вернее, на котором говорили апостолы Иисуса. Есть деревень в Сирии вообще. Да, там три деревни, одна из них, две из них чисто мусульманские, одна смешанная с христианским большинством. Вот это Ан-Нусра в 13-м году. Город-то этот уничтожил, нет у этого города больше. И это не ИГЭ никакое. Но они, веля себя на местности, не хуже. Они сожгли дома христиан, они там, в общем, разогнали город. Вот там 50 жителей осталось вместо 3000 на момент конца битвы за Маалу. Там ее отбили назад осадовские войска в декабре. Там было два раза ее штурмовали в сентябре и в декабре. Но вот этого уникального города, там филологи всего мира рыдают, потому что умер уникальный язык. Я уж не говорю о том, что, так сказать, люди, памятники... Ну, его нет просто. Вот было место, где были живые носители, и это никакое не исламское государство. Это Ан-Нуср, по которой, собственно, мы бомбили на следующий день после встречи Путина и Обамы. Ну, так я, в общем, никак не сочувствую этой Ан-Нусре. А почему бы по ней не ударить? Чем она лучше-то? А правильно я понимаю, Саш, что там, что христиан практически не осталось в Сирии? Да нет, полно. Нет, полно. Нет? Полно. А как они там выживаются? В Дамаске. В Дамаске сидят. Я должен еще сказать, что есть достаточное количество христиан, которые не входят в конфликт с себя. И которые пользуются их в кайдере. Ну, это я не знаю, что там у них на местности. В том числе и спецы, которые работают на территории исламского государства, инженеры, там, нефтяники и так далее. А вот можете вы нам объяснить, господин Тимар, вот почему, откуда такая невероятная жестокость вот этого исламского халифата? Вот зачем? Это объяснить просто. Это устраивать эти страшные отрезания голов, показывать все это в интернете. Объяснить очень просто. Ну, в частности, вот такфилизм, который, кстати, Аль-Багдаде выступил и сказал, что категорически их будет давить и преследовать вот это проявление атакфилизма, то есть анафематствования, так сказать, тех, кто кажется нехорошим. Он идет ведь от представителей СНГ. То есть в основном разными эксцессами отличаются казахи и азербайджанцы, как ни странно, приехавшие туда. Ну, я не знаю, были казни, которые, да, людьми из Лондона совершались с чистым британским говором. Да, ну, это азербайджанцы, если говорить о массовой ситуации. Ну, зачем разрушать Пальмиру? Пальмиру это, по-моему, чистый вброс такой. Да ничего не вброс. Ну, как? Ну, там же разрушено просто... Разрушено, разрушено, во-первых, неизвестно, кем разрушено. Во-вторых, вот я напомню, что при Асаде, жителям Сирии, гражданам Сирии, Пальмиру было запрещено посещать. Да, бросьте, я там в 2011 году был, там было много граждан Сирии, автомобиль за рулем у меня был гражданин Сирии. В каком году вы были? Не было ни одного блокпоста в 2011 году. В 2011 год это уже начало других событий. Какие были события? Это была совершенно мирная, спокойная страна. Мы объездили всю страну на автомобиле, ни одного блокпоста не было. В Тартусе только было. В Пальмирову, конечно, заехали как турист. А вот гражданам Сирии туда, при, так сказать, вот еще начало, до начала гражданской войны, туда было не попасть. Вот, или, по крайней мере, попасть на каких-то особых условиях. Поэтому... Там были ограничения в перемещении, в передвижении, действительно, наложенные отцом. Действительно, был такой момент. А сейчас там нет таких ограничений, нет таких перемещений, в смысле, нет таких ограничений на перемещение. И стоит там все. Многое, что было уничтожено, уничтожено, кстати, асадовской армией. Да нет, ну это все... Да, бомбежками и боями, которые шли за Пальмиром. Там все, все было совершенно очевидно. Ну, вы понимаете, Саша, а ваше объяснение, зачем? Вот, зачем такая жестокость со стороны исламского государства? Я думаю, что это технология привлечения самых радикальных сторонников. Идет конкуренция в мире радикального исламизма, вот такого воинственного. Вот почему конкурируют, почему сражаются не только ИГС Асадом, да, или с курдами, но и с группами, связанными с Аль-Каидой. Им нужно в том числе переманить сторонников, показать, кто круче, да, кто вот на все готов ради идеи, да. Кроме того, мы должны понимать, что все эти проекты, вот, ультра-традиционалистские, да, это же никакая не традиция. Это как Интео, да, это выдумка, это из головы. Это приходит некоторая интеллигенция, часто вообще в Лондоне воспитана или в Париже, и говорит, ислам разложился под западным влиянием, под культуры слишком много, многовековые традиции, давайте сейчас мы вернем чистоту. И начинают выдумывать, да, сочинять. И что у Интео, получается, христианские работы Сидуру вдруг оказываются богохольными, да, то и у этих ребят, у них оказываются собственные мусульманские традиции, вдруг оказываются богохольством. А как продемонстрировать, что ты более крутой мусульманин, чем все мусульмане вокруг, да, как это продемонстрировать? Александр, то, что вы говорите, извините, это реконструкция. Вот это и есть реконструкция, это чисто реконструкторский проект. Реконструкция ваша, того, как должны по идее, по вашей идее мыслить, значит, представители исламского государства. Уверяю вас, что это не совсем так, а проблема в том, что там просто нет жесткой вертикали власти, с достаточной степени, скажем, определенной группировки на территориях, они действуют более или менее независимо. И, как я уже сказал, особые эксцессы совершаются выходцами из СНГ, причем наименее исламизированными республиками, и Казахстаном, и Азербайджаном. Вот наиболее. Вот именно, потому что они не традиционные, ну, это не традиция, а это выдумка. Ну, и сейчас с ними ведется борьба в рамках, да, вот, в частности, очень многие азербайджанцы там просто были казнены за то, что проявили такие эксцессы и повели себя как такие вот, как бы, ультра-экстремисты. То, что из ИГ доносится до меня, да, по всяким экспертным каналам, в том числе, ну, кроме элементов мести, да, мы мстим за наших родственников, погибших во время гражданской войны, мы, кроме антизападничества, которое такая же вдохновляющая сила на Ближнем Востоке, как и, например, в России, не меньше никак, есть еще довольно, а, значит, ИГ, он ведь большевистский подход, да, они довольно успешно демонстрируют борьбу с коррупцией и перераспределение от богатых к бедным. Вот про раку мне рассказывали, там частные поставщики электричества всегда были, это генераторы, которыми владеют частные лица, значит, вот пришел ИГ и обязал всех этих частных лиц подавать электричество круглосуточно по фиксированной цене, а иначе, сами знаете, что бывает. Вот, кроме того, и коррумпированный чиновник, казнь, да, то есть, вот, все-таки, у не очень грамотного населения это такие большевистские подходы, они же встречают одобрение. Даже у грамотных. Я хочу, все-таки, вот у нас время совсем уходит, а все-таки я хочу вас спросить про то, какую, вот, если эта ситуация затянется, и участие России в конфликте в этом на Ближнем Востоке затянется, какие все-таки это может риски создать у нас дома? Вот, представьте себе, будут, что бы ни делали, но все равно в интернете будут идти сообщения. В ВВС России разбомбили там сунитов или братьев сунитов и так далее. Каким это могут, как это может отразиться? Главный риск, главный риск, идет от внутренних силовых структур, которые могут оценить, что массовая поддержка, участие в Сирии недостаточно высока, и нужно дать такой стимул гражданскому населению в лице вот непосредственной угрозы, которая касается его шкуры, по образцу, там, 99-го года. То есть, пораньше третья чеченская или там? Ну, имеется в виду, имеется в виду, там, дома в Москве и так далее, чтобы люди сразу поняли, что воевать в Сирии надо. Толя, вы были, как я помню, и в Ингушетии, и в Чечне. Вот как вы полагаете, можно ожидать, что реакции на бомбежки в Сирии поднимутся каким-то образом российские мусульмане? Я не думаю. Я думаю, нам скорее надо думать о том, как прикрывать границу с Таджикистаном и внимательно следить за тем, что будет происходить в северных провинциях Афганистана. То есть, вот если ИГИЛа начнет каким-то образом отвечать, то, мне кажется, правильнее, в кавычках, правильнее. Это будет ждать ответа оттуда. Понятно. Саша? Ну, мне кажется, что вообще с радикалами этого разбора договориться очень трудно. То есть, с ними невозможно договориться, мы не трогаем вас, а вы не трогайте нас. Смотрите, пожалуйста, косовский албанец, который расстрелял американских военнослужащих, после того, как американцы фактически обеспечили выход Сербии из Косовы и независимости и так далее. И сколько раз такого было. В конце концов, Саудовская Аравия – традиционный союзник. И посмотрите, так сказать, на ущерб, который наносится американцам. В первую очередь, там за ним те же саудовские фонды стоят. И кто вообще сидел в самолетах 11 сентября? Саудиты, да. Поэтому такие договорные отношения, неофициальные, да, понятные, не прямые контакты, а вот мы вас не трогаем, а вы к нам не приходите, это вряд ли сработает. Риск, конечно, терактов есть, но мы уже враги для них. Они уже до того, как мы до этого пришли, этот псевдохалифат уже заявил, что Россия враг. Просто потому, что она с этого помогает. Просто поэтому. Да и вообще. К сожалению, мне показывают, что мы должны уходить из эфира. Спасибо. Тема мы будем, конечно, продолжать. Услышимся, когда услышимся. Полный Альбатс. Там действительно в ЭГЭ есть какая-то попытка бороться с чрезмерной жестокостью в последнем. Между прочим, мы не правы насчет того, что нельзя договориться, потому что там очень много саддамовских офицеров разведки, старших офицеров армии в руководстве ЭГЭ. Поэтому очень много саддам.